В подмосковном, а вернее в московском фактически концертном зале Крокус Сити Холл происходит теракт. По разным данным, от пяти до десяти человек в масках, в камуфляже, вошли в здание и открыли огонь по толпе из автоматов. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. На нас подожгли. Стреляют из автоматов. Стреляют по толпе. Какие-то люди стреляют. Приды, блин. Ну пока эти люди. Приды, блин. Все случилось перед концертом рок-группы «Пикник» в момент, когда зрители собирались в концертном зале. По словам очевидцев, стрельбу открыли минимум пять человек. Бородатые, которые действовали как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. В сети распространяются страшные кадры, как людей прямо расстреливают эскалатора. Затем заблокирован главный вход. Террористы были вооружены автоматами Калашникова. Некоторые несли на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имели при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью. Сразу после стрельбы нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего в Крокусе начался пожар и в здании обвалилась кровля. Пожар продолжается прямо сейчас. Стрельба началась одновременно и в зрительном зале, и в фойе, где в тот момент находились толпы людей. Террористы подожгли кресло в зале, откуда огонь распространился почти по всему зданию. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Лежали минимум 15-20 минут, после чего стали выбираться ползком. По предварительным данным, на данный момент 40 человек убиты. Более 100 ранены. Есть видео с мужчиной, которого ранили в руку. Его ранили. Вас ранен? Я ранен, у него там отец. У него отец здесь, если что, ребят, передайте информацию, кто может. Товарищи ранены, то могут... Реально расстреливают людей. Реально расстреливают, у меня две раны. Пойдемте, пойдемте, пойдем дальше, друг, пошли. Давай не останавливаться, пойдем, пойдем. Расстреливают людей. А на следующих кадрах нападавшие заходят в зал. Кадры слишком жестокие, нам пришлось часть их замазать. Сейчас огнем охвачено не менее третье здание Крокуса. Более 100 человек могут быть заблокированы внутри. Часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания Крокус Сити Холла. Глава Московской области Воробьев сообщил о создании оперативного штаба и о том, что к концертному залу выезжает оперативная группа. Это крупнейший теракт в России за последние несколько лет. Абсолютно точно, это новый Норд-Ост. И тем страшнее, что этот теракт произошел на фоне максимально сильной слежки государства за своими гражданами. Власти перехватывают интернет-трафик, прослушивают переговоры, используют систему распознавания лиц. Но сажают по этим мерам только за антивоенные плакаты, за репосты в соцсетях. А прямо сейчас произошел настоящий теракт с настоящими боевиками. И против них не смогли ничего сделать ни полицейские, ни спецслужбы. Перед входом охрана не проверяла сумки, одежду, металлодетекторы. Они стояли, но они были отключены. Росгвардия прибывает к зданию Крокус-Сити-Холла только спустя час после начала теракта. Это при том, что посольство США 8 марта предупреждало о том, что угроза терактов сильно возросла, и они возможны в том числе в концертных залах. То есть американская разведка, британская разведка знают, что теракты могут случиться, а у нас в России ничего не подготовлено. И мы знаем, опять же, как Путин будет использовать это политически. Он будет говорить, вот террористы будут использовать для очередных отмены всего, всех прав, всех свобод, отмены всего и для развязывания своего очередного витка агрессивной войны. Ужасный теракт, соболезнования всем, кто пострадал от этого теракта, и, надеюсь, удастся спасти как можно больше жизней людей. Мы должны запомнить, что перед лицом реальной угрозы власти России оказываются абсолютно бессильны и очень жалкими. Мы должны сменить эту власть как можно скорее, чтобы такое не происходило. Продолжение следует...